Всем привет! Сегодня воскресенье, 5 марта. Короче, я же снимаю влог и такая думаю, так, значит, я сейчас выхожу из такси, должна снять этот кадр, потом, значит, я зайду на территорию офиса, надо сказать это. Но я всё равно уже в голове прокручиваю, и тут я захожу на территорию офиса, и стоит охранник такой говорит, ну давай, я уже вам помогу! А я каждый день реально в офис приезжаю с какими-то невероятными сумками, и они постоянно до мной ржут. Вот, и он, короче, сейчас занёс, и получается, что я не могу снять, как я там вставляю ключик или ещё что-то. Ну, короче, начало влога будет немножко другое, но это не значит, что влог будет хуже, чем предыдущие, вот. Но, короче, это было забавно, и самое главное, что я уже в офисе в этом с... сейчас скажу, слушайте, уже с октября месяца. И когда мы переехали, так как огромное количество шапок и вообще всего-всего того, что нужно для работы, то у нас было, мне кажется, пару месяцев просто такой бедла. Мы его не могли никак разобрать, потому что, ну, действительно много вещей. И он всегда, когда приходит к нам в офис, когда помогает пакета заносить, он такой говорит, наконец-то разобрали свой беспорядок. Я говорю, мы уже разобрали, блин, три месяца. Вот, ну, в общем, такие у нас забавные охранники. Вот, а этот очень хороший, адекватный. И вот, в общем, такие дела, такие вот у нас охранники. Вообще, офис это, знаете, своя атмосфера, что называется, свои какие-то приколы и всё такое прочее. В общем, я сегодня хочу поснимать влог. Я приехала в офис, у меня по плану съёмка, мне нужно доснять для клиентов некоторое количество кадров. И также мне надо для себя, для Инстаграма наснимать и снять некоторые уроки по курсу. Ну вот. А потом ко мне приедет Алена, моя подруга, и мы поедем снимать меня. Вот, поэтому я с косичками, чтобы у меня волосы были, в общем-то, в общем-то, волосы были волнистые. Я когда ехала с таксистом сегодня, у него были настолько грязные окна, что мне кажется, знаете, вот когда приходишь в оптику, и тебе прописывают очки для зрения, которые все такие чёрные и в точечках. И вот просто мне казалось, что я смотрю через эти очки, ну, то есть через его окно, потому что настолько грязные. Но с другой стороны, конечно, я понимаю, что сейчас весна, это я, кстати, кофемашину распаковываю, сейчас весна, и понятно, что все будут, ну, вот, в таком вот состоянии. Ну, просто я не могла снять Москву Сити, мне пришлось открывать, мне пришлось открывать это окно, и он ещё психанул, что я открыла окно. Думаю, ну, это блин. Ну вот, пожаловалась. Кровь и сварен, и прямиком идёт в кадр. Короче, ребят, снимаю, видите, у меня здесь такой беспорядок. У меня сейчас перерыв. Я, на самом деле, когда снимаю, у нас ещё учили на абсолютно любом мастер-классе, что важно в нужный момент сделать перерыв, чтобы оценить кадры, которые у меня уже есть, да, и что нужно снять ещё, чтобы не снимать одно и то же. Вот у большинства ошибка в том, что они фотографируют один кадр 500 раз. Ну, как бы зачем? Если он уже случился, надо делать новый. Так что у меня перерыв, я сейчас хочу немножечко оценить, что же я там наснимала, и отдохнуть. Потому что, знаете, стоять в раскорячку не так-то и просто. У меня есть задача передвинуть вот этот вот стеллаж куда-нибудь в другое место, потому что здесь очень хорошо освещается от окошка стеночка. И, в общем, мне надо все книги достать и перетащить этот стеллаж. Боже, посмотрите на этот беспорядок. Это просто трэш. Мне больше всего больно смотреть на него и представлять, как я буду это всё убирать. Сейчас вам покажу завявшие гиацинты. Вот, жёлтенькие. Ну, они не завявшие, но они уже, знаете ли, не свежак. Я уже отсняла большинство, что мне нужно было отснять. Сейчас пойду в магазин и выносить мусор. А ещё охранники наши любят шутить по поводу мусора, потому что у нас её постоянно много. И мы заносим мешки огромные, ну вы видели. И выносим в мусорку тоже большие мешки. Сейчас я кину и схожу во вкусвилку, плюс я что-нибудь поесть. Потому что Алёна будет через час. А мне хочется... Ой, спала. А мне хочется чего-нибудь для разнообразия купить ещё. Идём во вкусвилку. А ещё я Маше скинула фотку. Ну, то, что я с двумя косичками. Она сказала, что я единственный человек, кому идут две косички после 15 лет. Правда, так не все считают. Например, моя подруга Алёна говорит, чтобы я их не заплетала. Но мне нравится, потому что волосы потом кучерявые. А вот и вкусвилл. Через дорогу от офиса у меня находится этот прекраснейший магазинчик. Наверное, придётся вот такой вот взять, потому что здесь всего лишь 85 калорий вот в этой во все баночки. Вот, видите, оно без сахара. Вот так как я сейчас сахар исключила, это то, что надо для меня. Я на базе. Сейчас я вам покажу мороженое. Оно без сахара и без лактозы. Вот такое. Сейчас я попробую и скажу вам как. Блин, смотрите, какое оно твёрдое. Моя одноразовая ложечка точно с этим не справится. Блин, почему? Чёрт. Ну всё, придётся ждать, пока растает. Сейчас Алёна приедет, надо выписать пропуск ей. Неправильно. Короче, мороженое растаяло через полчаса. И очень вкусное, рекомендую. Шоколадное, протеиновое. Без лактозы, без сахара. Вот, вот, вот и вот. Я помыла кружки. Пришло время накрасить ногти. Пока я жду Алёну. Ребята, сори за место съёмки, но меня часто спрашивают, где переодеваться во время съёмки фотоконтента. Вы можете здесь абсолютно в любой туалет, в ресторане, в кафе, в котором вы планируете сниматься и переодеться. Вуаля. Так что я переоделась, и мы сейчас будем кушать и фоткаться. В общем, мы здесь планируем поесть, попить и сделать несколько фотографий. У нас столько измечлились вообще кухни в этом ресторане, что заказали ещё по одному горячему блюду. Пока, в общем, нам несут. Я сижу, обрабатываю фотографию, которую я сняла за три дня. Сегодня понедельник. Я выдвигаюсь в офис. Немножечко дома с утра поработала и уже сейчас выехала. Буду через 40 минут на месте. Вчера особо больше не снимала, потому что мы посидели в ресторане и поехали домой. Особо даже не пофоткались, если честно, потому что было очень слякотно и пошёл дождь, что вообще мы не ожидали. Понятно, что никаких зонтиков у нас особо не было. Я вот сейчас еду в офис. У меня какой-то невероятно огромный рюкзак. Там еда, всякие, в общем, причиндалы для работы, книжка и всё такое прочее. Всё, что нужно мне за сегодняшний день. Короче, вчера я написала пост на тему того, что увидела на поштёрах Инстаграма услугу по прокату букета. Прокат букета для фото к 8 марта. Кстати говоря, с сегодняшнего дня, 6 марта, эту услугу можно купить. Стоит она 1000 рублей, тебе в этот дом привозят букет огромный из 101 розы. И к нему можно выбрать пакетик любой брендовый, Армани, Дольче, и сделать фотографию для Инстаграм. И слоганом все эти движухи являются типа «Хотите, чтобы вас привиновал парень? Хотите, чтобы вам позавидовали подруги?» И я написала на эту тему пост, были довольно длительные обсуждения. И я вам хочу сейчас сказать своё мнение на этот счёт, почему я считаю, что это очень крутая идея, и что её нужно взять за пример, адаптировать под себя. Чем круто вообще вот этот вот аккаунт, чем крута идея, которую они предложили? Здесь очень чётко взята узкая проблема большинства девушек, которые приехали в Москву. И я не знаю, насколько бы сработала эта идея, например, в Саратове или ещё где-то, но здесь конкретное вообще понимание целевой аудитории города Москва, потому что очень многие девушки приезжают, и единственное, что они хотят взять от этого города, это найти мужчину, который их обеспечит. Такие девушки не хотят напрягаться, они не хотят нести ответственность за свою жизнь, и им нужно показать своим профилям в Инстаграме, что всё у них хорошо, что им дарят цветы, что они живут активной, насыщенной жизнью. Поэтому с точки зрения московской целевой аудитории, а именно приезжих девочек, это супер вариант, и я уверена, что он сработает. Вот, как бы это печально не было, и как бы много людей не сокрушалось в комментариях о том, что вот куда катится мир, но это факт. И повторюсь, эта тема для Москвы очень актуальна. Еда, салат, помидоры, контейнер. Сейчас будет небольшой анбоксинг. Мне подарили вот такой вот штативчик, джоби, или как он правильно называется, но я очень много у каких блогеров его видела, и я вам сейчас покажу, как он выглядит. Суть в том, что у меня был, наверное, в два раза меньше вот такой вот, но он очень плохо держал камеру, и, ну, неустойчивый был. Вот, поэтому мне подарили такой. Он очень, смотрите, как он в руке прям плотно, мне кажется, довольно будет сидеть. Вот сюда накручивается камера. Что круто, здесь есть подставка для телефона. То есть, если, например, я без камеры, мне нужно снимать, то вот, пожалуйста, можно телефон сюда крепить. Но самое главное, что, сейчас я вам покажу, как он работает. То есть, ты, например, находишься в поездке, и тебе нужно снять себя, да, вот, ты его устанавливаешь на какую-то поверхность, либо ты, вот эти ноги, они очень легко гнутся, и, соответственно, ты можешь вообще на дерево там его закрутить. Ну, я так делала со своим маленьким штативом. Слушайте, он очень крутой, он очень устойчивый, потому что прям крупные вот эти вот шарниры, и он, соответственно, такой вот гнущийся. Все, накрутила на новый штатив камеру. Очень мне нравится, очень крутой. Если вдруг кому-то надо, я прям рекомендую, выглядит он еще раз вот таким вот образом. Я сейчас приступаю к работе, у меня невероятное количество дел. Завершая разговор про цветы, да, которые на прокат задают в Москве, что самое главное, здесь очень крутое понимание своей целевой аудитории, понимание того, что нужно дать людям, и какая у них боль. Поэтому вот такие вот примеры, с точки зрения научиться, очень крутые, и я рекомендую вам присмотреться, и отыскивать всегда подобные, подобные ситуации, да, которые люди реализовывают, и, ну, это правда интересно. Вот, ребят, монтирую видео для своего курса. Вот, всякие, какие штученьки будем учиться фотографировать. Очень много крутой информации. Так что, кто хочет приходить, пожалуйста, будет интересненько. Так что, всё будет хорошо. . Субтитры подогнал «Симон»